Доброго времени суток! С вами Макс Салер. В последнее время я добавил очень много видео на тему изготовления пакета для лицензия. Но самое главное, все процессы технологические, как они изготавливаются, были добавлены, но где же сам результат? Насколько эффективна технология производства вот таких вот пакетов вот с такими фильтрами. Что же в результате у нас получается? Пакеты мы, например, сделали. Но если мы будем высевать них мицелий, получится у нас защитить этот мицелий от внешней среды, от попадания инфекции, от попадания в спор других глибов и так далее. Вот, предоставлю вашему вниманию результаты производства мицелия здесь такая гучая. Партия та же, что М5 и П80, но увидим, здесь уже что-то приморди пошли под пленку. Ну, видно, кто же гученицы. Значит, вот вам результат. То есть, кроме самого технологического процесса изготовления этих пакетов, перед вами мицелия изготовлены в этих пакетах. То есть, как видим, все нормально, технология работает. И нужно еще отметить, что это уже третья партия, которая сделана в этих пакетах. То есть, как видим, все у них нормально. Значит, мне многие скептики, особенно бывалые, матерые грибоводы, писали мне на почту, писали там под видео, писали комментарии, в которых они сомневались в действенности и эффективности вот таких вот пакетов и высказывали там разного рода мнения. Но они упустили главный момент, что они имеют дело с лабораторией Фанни Машунску и с Максом Сайвером. У нас все просчитано на один шаг вперед. Значит, когда они высказывали свои сомнительные комментарии, они не знали одной простой вещи, что в изготовлении этих пакетов применялись военные технологии. То есть, технологии, которые применяются в военном деле, в военной практике. Технологии, которые применяются в военной промышленности. Какое отношение военная промышленность имеет к этим пакетам, я сейчас объясню. Итак, главное. Вот здесь вы видите вот такая белая полоска. Я ее применил для того, чтобы, я бы так сказал, армировать. То есть, усилить вот эти края, потому что тот, кто работал с пакетами, значительное количество знает, что иногда наступает момент, когда вот здесь сам шок не выдерживает, они могут трескаться. Именно вот эта прокладка добавляет дополнительную гибкость и мощность именно вот эту спайку. Пакет получается очень прочный и исключается. И исключается его прогресс крещена и образование любой дырочки, которая может подсосать воздух внутрь. Значит, хороший двухслойный антибактериальный фильтр и самое главное это изготовление вот этой самой мембраны, которая сделана в этом пакете. Итак, как вы понимаете, перфорация есть на защитном слое, защитной вот этой прокладки и перфорация есть изнутри для того, чтобы металлий мог дышать. Вот здесь главный секрет изготовления вот этих пакетов. Как себе кто-то представляет, то есть можно сделать вот такой пакет, его склеить, потом взять, положить, например, в него внутрь можно положить вот, например, скажем так, спинопласт, потом взять пробойник и наделать здесь дырок. Скажем, изготовленные пакеты вот таким вот образом, я вам точно гарантирую, что они будут у вас инфицироваться. То есть вот такой вот фокус не пройдет. Почему? Потому что вы наделаете прямых дырок, пробивая насквозь вот эту мембрану, вы наделаете круглых дырок и вот этот матерчатый фильтр, который здесь стоит, он абсолютно не будет защищать ваш мицелий или зерно внутри, потому что здесь будут просто круглые дырки, которые будут насквозь пропускать воздух из внешней среды, которые будут содержать в себе много инфекций и много возбудителей. Значит, для того, чтобы наш фильтр работал, применялась военная технология, а именно я ее называю теория танка. Когда-то я прочитал одну интересную историю о истории возникновения вообще такой вещи, как танки. Вот у меня в руках вот эта доска, которая является, скажем, примером, аналог металлической пластины, которая защищает, скажем, водители или экипаж танка. И вот смотрите, первые танки, когда были изобретены, они приблизительно имели квадратную форму. Таким вот образом, даже имеющееся на то время оружие спокойно пробивало вот эту металлическую, скажем, защиту, и этот танк превращался в обыкновенные железные гробные колеса для тех, кто находился внутри. Тем более, технические характеристики механической базы, которая двигала этот танк, были настолько недоскональны, что малейшая, скажем, преграда, малейшая преграда на пути этого танка превращала его в прекрасную мишень, которая просто расстреливалась. Значит, мы пошли следующим путем изобретатели, или... они хотели усилить, значит, вот эту, защиту экипажа путем добавления дополнительной, скажем, толщины, вот скажем так, в эту броню. Когда добавили еще брони, этот танк стал настолько тяжелым, что он вообще потерял возможность передвигаться. Таким образом, был один умный человек, который сделал изобретение, он работал, по-моему, на заводе Форда, к сожалению, я не помню его фамилии, может кто-то, кто знает эту историю, кто добавит там комментарии, это не важно. Значит, что он придумал? Он при той же самой толщине вот этой брони придумал одно гениальное изобретение. Он взял просто вот так вот, изменил направление, скажем так, башни, или вот так вот изменил направление дна в этом танке. Что в этом случае произошло? Если мы возьмем поперечный разрез вот в таком вот формате, я вот возьму крупнее, поперечный разрез вот в таком вот формате, вот эта броня, то она имеет такую толщину. Если же мы наклоняем вот реально хорошо видно по вот этой насадке на игле, вот скажем, вот этот снаряд, который должен пройти вот такой вот путь. Вот здесь он проходит 16 мм. Но если мы начинаем изменять угол самой башни, то мы уже сейчас видим, что толщина брони при той же самой толщине металла при изменении вот этого угла приобретает почти 5 см. То есть, вес танка не увеличился, а толщина вот этой брони увеличилась в несколько раз. Вот такое гениальное изобретение придумал этот человек, который используется в военной промышленности по сегодняшний день. Каким образом вот эта теория танка имеет отношение вот к этим пакетам? А имеет она такое отношение? Я ее применил в следующем образом, что перфорации на внешней мембране и перфорации на внутренней мембране они не совпадают. То есть, перфорация внешней мембраны и внутренней проходит отдельно, а сама сам фильтр, сама мембрана, которая вложена внутрь, она вообще не продевается. Таким образом, сохраняя ее целостность, она позволяет нам сохранять стерильность того материала, который находится у нас внутри. Воздух, таким образом, проходя через эту мембрану, он не проходит прямолинейно. Он, допустим, даже если попадая внутрь, то каким-то образом ему нужно фильтроваться через две вот эти двойручные, скажем так, две мембраны и проходя непрямым путем через внутреннюю мембрану исключается возможность попадания инфекции внутрь. Таким образом, изготовление вот таких вот пакетов имеет абсолютно хорошую теоретическую базу и проверено на практике, то есть, изготовление нескольких партий мицелия показали очень высокое качество, фактически брака, не фактически, а брака при изготовлении мицелия в этих пакетах вообще не было. Поэтому эта возможность применима и у вас. И еще нужно отметить о, я хотел на такой вот момент остановиться вообще, о изготовлении самих пакетов, почему я вот лично приступил уже к самостоятельному, полностью перешел на изготовление собственных пакетов собственного производства. Значит, последний раз, когда перед этим я все-таки покупал пакеты в другом месте. И вот последний раз, когда я заказал большое количество этих пакетов, тут было где-то 200, значит, они все пришли по непонятным причинам. Здесь спайка была не полоска, а те пакеты, что я заказал, они были здесь спаяны струной. Кто работает с пакетами, тот знает, что такое спайка струной. Это просто четкий отрез и очень тоненький вот здесь момент. Когда же я начал изготавливать них мицелий, то при стерилизации вот этот шов струна, то есть обрезка, ну, спайка вот эта струной, она заламывается и образуются микродырочки. То есть, они могут образовываться в многих местах, а они бывают такие микро, что их даже не видно. Видно их уже тогда, когда зарастает мицелий, и мы наблюдаем, что в некоторых местах вот здесь начинает развиваться инфекция. То есть, когда мы можем присмотреться детально вот это изучить, то мы здесь находим где-то микротрещины, в этом шве струна. После нескольких партий такого мицелия, я заметил, что большое количество получается здесь, ну, некоторые пакеты были инфицированы, и пришлось искать выход, то есть, таким образом, что взять запайщик, иначе все вот эти пакеты перепаивать надо. Тогда, соответственно, появился вопрос, зачем мне перепаивать уже купленные пакеты, если я могу таких пакетов напаять самостоятельно, что я на данный момент и делаю. Также ведется интересный исследование то, что вы видите вот сзади пакетики, это немножко другая технология. Сейчас мы ее изучаем, пока я не буду ее озвучивать, потому что она еще не проверена. Вот когда будет проверено, тогда я и расскажу об этой технологии и что еще хотелось бы отметить. Так, относительно пакетов я рассказал. Значит, вот, начал делать свои пакеты, очень хорошие, качественные и армированные. И относительно того, если вам нужно будет приобрести культуры клеточек, то, пожалуйста, пишите мне на скайп, будем определяться, договариваться, пересылать и можете приступить самостоятельно к первым попыткам производства своего собственного мицелия из клеточного материала. А с вами был Марк Салер. Подписывайтесь и следите за новостями на канале. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok